На днях горожане получат счета за коммунальные услуги за январь. Многие задаются вопросом, сколько же теперь будем платить за вывоз мусора, для кого предусмотрены льготы и что делать со стихийными свалками. Платежи будут складываться из двух компонентов – норматива и тарифа. Для жителей частных домов установлен норматив 2,33 куба с каждого человека, который в этом доме зарегистрирован. К примеру, проживает два человека. То 2,33 мы умножаем на 2, получаем 4,66. 4,66 мы делим на 12 месяцев, поскольку норматив установлен на год. И умножаем на стоимость одного кубического метра твердых коммунальных отходов. Для жителей многоквартирных домов расчет производится с квадратного метра жилого помещения. Норматив 0,1 кубического метра с квадратного метра жилья. То есть, квартира 50 квадратных метров мы умножаем с вами на 0,1, получаем 5 кубов. Соответственно, эти 5 кубов мы также делим на 12 месяцев и умножаем на стоимость одного куба. Таким образом будет складываться стоимость платы. Стоимость одного кубометра ТКО – 593 рубля 54 копейки. Это самый низкий тариф на территории нашего региона. Сюда входит стоимость вывоза мусора от дома, доставка его до полигона и тариф самого полигона. Предусмотрена льгота для определенных категорий граждан, не получающих компенсацию по оплате коммунальных услуг за счет средств федерального или областного бюджетов. Гражданин, который хочет получить вот эту социальную поддержку, он должен в органы социальной защиты обратиться, доказать, что он попадает вот под эти вот два пункта, которые подходят. То есть это либо семьи со среднедушевым доходом ниже установленного средним на душу населения, либо одиноко проживающие пенсионеры, имеющие доход ниже 21674. Сейчас отходы из Сарова отправляют на МАК-1, недалеко от Балахны. Однако в перспективе в Арзамасском районе предусмотрено строительство нового полигона. С большой долей вероятности там будет и современный мусороперерабатывающий завод. Ну, строительство полигона вы должны понимать современного. То есть там строятся геомембраны, очистные сооружения, система отвода свалочных газов, там сортировка, завод и так далее. Это целый комплекс. Это не просто полигон тот, который сейчас существует у вас. Что касается стихийных свалок, то их обязан ликвидировать региональный оператор. В случае обнаружения такого места в городе туда направят специалиста, который зафиксирует наличие свалки и попытается найти виновника. Если это сделать не удастся, то платить за ликвидацию мусора будет хозяин участка. Екатерина Опёнова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.